Зал для оформления заявлений через портал госуслуг в МФЦ не пустует практически никогда. Три современных компьютера с выходом в интернет, тинтеры и сканеры к услугам граждан совершенно бесплатно в часы работы центра. А консультанты всегда готовы прийти на помощь. Если мы говорим о гражданах пожилого возраста, это безусловно участие консультанта. То есть ее не обучают работать на компьютере, просто помогают завести заявление, отсканировать необходимые документы и пройти сверку оригиналов документов. Подавляющее большинство посетителей зала – пенсионеры. Кому-то нужно оформить личный кабинет для дальнейшего пользования услугами, а кому-то – субсидию на оплату по капремонту. Я хочу оформить оплату по капитальному ремонту по ЖКХ, чтобы мне платили 50%, как я ветеран труда. Открыть свой личный кабинет и записаться в ФМС, потому что дома у меня не получается. Мне изменили пароль, все. Теперь я жду 15 минут, сейчас мне откроют кабинеты, я зайду и запишусь на прием в ФМС. Для того, чтобы создать личный кабинет на портале госуслуг, необходимо прийти в МФЦ, предъявить паспорт с НИЛС, сказать номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Если ее у вас нет, не беда, консультант сделает вам почтовый ящик. А вот если нет мобильного телефона, скорее всего, создать аккаунт на портале не получится. У некоторых бабушек даже нет мобильного телефона, но мобильный телефон, он обязан, необходимо его указывать при регистрации на портале. Но тогда мы, поскольку регламент предусматривает и один, и второй порядок, то есть и через окно, и через портал, мы направляем ее на личный прием к специалисту МФЦ в окно приема. Но сюда приходят не только пенсионеры. Молодежь и люди среднего возраста тоже активно пользуются залом для оформления госуслуг в МФЦ. Компьютеры почти у всех, но тут сканеры не у всех находятся, поэтому тоже приходят сюда. Консультанты им оказывают помощь в сканировании, распечатке заявлений и подаче услуг через портал. Обычно час пик здесь приходится на субботу и в будни с 12 до 16 часов. Но и в это время очередей не наблюдается. Кстати, в МФЦ можно также запросить сведения из архивного отдела Ленинского муниципального района и получить их подчас быстрее срока, положенного по регламенту. В основном это подтверждение стажа, зарплаты по имущественным отношениям, там земля, квартиры, ну и также люди, кто там по приватизации, не приватизации квартиры. То есть именно архивные данные мы предоставляем. Мы говорим, чтобы нам звонили недели через две, чтобы не ждали месяц, как по регламентному сроку положено. И люди раньше даже получают. По наиболее востребованным услугам на сайте МФЦ размещены пошаговые инструкции, как создать, заполнить и отправить заявку. Там же указан телефон единой справочной, по которому вас всегда проконсультируют, какие документы необходимы для оформления той или иной услуги. Ну а если вы не дружите с компьютером, добро пожаловать в МФЦ. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого.